друзья всем привет сегодня будет такое маленькое небольшое видео то что мы есть то что мы никуда не потерялись ребят поймите работает работы хватает а сейчас не то что сейчас до тема такая то что актуальная тема для авторынок зеленый угол то что цены поднялись доллар подскочил машин нету машины все повыгребали остались остался один хлам ребят ничего подобного вот находимся с вами на самой первой стоянке на везде на авторынок зеленый угол посмотрите вот как стояли машины так и стоят понятно то что они меняются что-то уезжая там что-то заезжает как бы заездов новых автомобилей на рынок мало сейчас цена будет совсем другая вот сегодня просто сегодня будет интересное видео будет то плечок и не просто то плечок по пороге а прям реальный то плечок поедем его сегодня забирать вот и заберем замечательный автомобиль точнее мы его уже забираем ну как видели да как видели автомобили автомобили есть это только первая стоянка забираем замечательный автомобиль это toyota corolla филдер теперь воды рестайлинг автомобиль едет на сахалин зиму вот соответственно туда нужен автомобиль 4 воды это был не автоподбор это был просто поиск автомобиля наш подписчик штук наверное 5 автомобилей мы его смотрели он выбирал между фитов между фитов и между филдеров посмотрите состояние автомобиля по низу для автомобиля 4 в.д. автомобиль с настоящим аукционным листом да у него есть подкрасы идет подкрас передней правой двери идет замена переднего правого крыла он без литья на неплохой на летней резине пробег не помню сейчас нужно будет посмотреть по статистике пробег даже не по статистике а по родному аукционному листу когда мы пришли на проверку автомобиля вот этот аукционный лист телефон ведь он блин он разрывается постоянно вот этот аукционный лист кстати ребят что касается телефона да то есть некоторые обижаются не уделяете времени отвечаете на звонки вот вы поймите многие где видео снимаете видео мы не можем просто понимаете мы не можем разорваться то есть идет процесс идет работа мы смотрим автомобиль и вот человек начинает звонить и рассказываю там про жизнь просто про свою там еще про что-то ребят звоните по делу лучше конечно пишите по ватсапу пишите сообщение пишите голосовые сообщения по возможности всем будем отвечать то есть в принципе там ни одна смс-ка не отвечено не будет итак автомобиль 4 балла cc как я вам и сказал замена переднего правого крыла видите да два икса стоит и w1 покраска передней правой двери черный салон но не в принципе все на черном салоне мультимедиа печка работает дворники работают гудок работает бензина нет пробег 74000 зеркала складываются кстати туманочка устанавливали уже здесь корректор фар вариатор отключения антибукса сейчас повезем данный автомобиль в транспортную компанию так ладно выезжаем со вторым к выезжаем со вторым к вот как бы вот эта стояночка да она поделена на две части сейчас вы увидите первую часть этой стоянкой то что машины они тоже есть никуда не делись все спасибо до свидания вот видите вот о чем я вам и говорю поэтому не надо слушать того не надо верить там недостоверную информацию то что на авторынке зеленый угол машин нету знаете чего здесь нету здесь нет дорог короче говоря полноценный обзорчик такой прям хорошенько с нами походим по авторынку посмотрим автомобили сколько они стоят по цене наверное мы сделаем это четверг дорог у нас нету покажем дорогу сошел снег так ребята дайте проехать сошел снег сошел снег и со снегом сошел вместе асфальт вот добрый человек пропустил видите дать вас творится на въезде в общем сделаем такое говорю полноценный полноценный обзорчик ну а филдеры что вам еще рассказать бензина нету говорил сейчас нужно будет ехать на заправку заправлять автомобиль по подвесочке мы на автомобиле катались вопросов здесь нету камера заднего вида есть все что должно работать в автомобиле полностью все работает значит пока едем пока едем начали поступать тоже очень много вопросов как оформить автомобиль справку счет ребята справки счет нету машину не надо ставить на учет в плане там делать постановку со снятием как это было там у камень летел короче от грузовика сейчас отлетел камень камень вылетел навстречу он прям такой булыжника не знаю как болен в три кулака ехала королка старая и он прям бампере грузовик остановился но видимо он увидел я думаю там король радиатор пробила по-любому и так значит нету сейчас постановки со снятием что какие документы вы получаете если автомобиль не проходной идет понятно то что сбоку тестом гтд автомобиль привезен на юрлицо у вас идет договор с юрлицом в договоре уже стоит печать роспись соответственно в птс и тоже стоит печать и роспись договор составили сели поехали у вас есть 10 дней чтобы поставить автомобиль на учет если это автомобиль проходной то есть он привезен на физ лицо также гтд там сбк тс и все бумаги ну и самое основное это птс птс и все данные продавца выписывайте договор выписывайте договор и он также действителен в течение 10 дней то есть машину купили в течение 10 дней вы должны пройти техосмотр сделать страховку и поставить автомобиль на учет кстати у нас на улице потеплело до заметили то солнышко прям тепло стало едем сейчас температура 9 градусов сейчас будем заезжать на заправку ну как бы мы на вот это забрать и не заправляемся заправляются в основном на альянсе вот просто так для сравнения укажите в комментариях сколько стоит бензин в вашем городе вот допустим заправка октант 98 48 97 95 46 27 92 45 27 без топлива 50 рублей 17 копеек и напишите какой во первых напишите сколько бензин стоит в вашем городе и напишите какой бензин вы заправляете свои автомобили и так друзья ягодка да сегодняшнего видео фонда степ вагон степ вагон автомобиль 2019 года этот топляк мы его выкупили и представляете он ездит по кузову не битый не крашеный идеальный салон дверь задняя идет половинчатая она и вверх и в бок открывается на литье на летней резине хорошей комплектации с идеальным салоном реально с идеальным салоном нету только нету только ковриков в автомобиле заводим представляете он даже у нас завелся родной монитор мультируль круиз-контроль датчик при столкновении пробег привет-привет посмотрите какой пробег на данном автомобиле топляк что такое топляк я думаю все догадались что такое топляк человек осознанно покупает этот автомобиль вы знаете как все любят говорить топляк 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 да говорит по колеса там притопили вот так вот там по пороге в одном 2 вода в салоне попала сейчас вы на своих экранах видите покуда покуда была вода да ну вот так я думаю нехило да далее значит открываем двери машине работает все абсолютно все работает салоне была вода вот здесь то есть по заливала все что есть там проводка какая-то внизу там блоки и так далее и тому подобного посмотрите в каком состоянии салон обычно идешь смотришь эти автомобили сзади все поцарапано там пошарпана да здесь есть какие-то маленькие нюансы но не глобал нету ковриков ковриков но я думаю коврики можно будет купить сзади идет два капитанских кресла двигатель полтора литра turbo давайте посмотрим сколько места но этот автомобиль этот автомобиль любят все я думаю в рекламе он не нуждается так сейчас немного отодвинем то есть сзади сзади будет комфортно двум взрослым людям да даже такие крупной комплекции потому что два капитанские кресла места довольно таки много то есть удобный подлокотник печка включается подсветочка регулируются дуйки японцы у нас молодцы придумали место тонировочки вот такого плана шторочки то есть солнышко светит шторку подняли зафиксировали все очень удобная ручка ну и также есть столик то есть можно в дороге перекусить сюда можно поставить как круглые бутылки так не знаю там пачку кефира какую квадратную посмотрите значит как я сижу да то есть сижу я реально в развалку у меня ноги никуда не упирается еще очень много места от моих колен до спинки кресла в спинках у нас по два кармашка вот такого плана встроены стеклоподъемник это не стеклоподъема стеклоподъемник спрятан у нас вот здесь это блокировка замка ну и также в дверной карте есть еще у нас подстаканник бутылочница вот здесь очень удобная ручка напоминаю многие спрашивают как открываются боковые двери электро ребят все очень просто а я закрыл раз дверь поехала за ручку взялись вышли с автомобиля очень удобно что касается посадки автомобиль тоже раз два три буквально пару движений все мы сели нам удобно комфортно мы едем дальше и так 3 ряд сидений сейчас у нас сложен посмотрите как бы сложен да он прячется в пол туда в тазик в яму в нишу для третьего ряда сидений предусмотрен рычажок вот он то есть рычаг для ноги ногой нажали сидушка у нас отъехала с третьего ряда мы вылезли третий ряд сидений раскладывать с вами не будем есть у нас обзоры так вкратце пробежимся с правой стороны три подстаканника с левой стороны два подстаканника плюс розетка также на третий ряд сидений можно заходить открывая левую створку левую створку дверки вот давайте еще перемотайте все таки посмотрите да покуда была машина затоплена посмотрим подкапотное пространство нового автомобиля автомобиль пришел сюда уже подготовленный плане подготовлен так немного неудобно по слов продавца он здесь не ничего не делал то есть нечистка он прошел в японии состояние двигателя здесь друзья у нас просто просто все блестит состояние понизить говорю вот если не знать если не знать то что этот опляк никогда в жизни никто не догадается машина она не аукционная в статистике вы ее не найдете как бы вы не пытались как бы вы не старались левая электродверь тоже у нас работает бесключевой доступ сейчас поедем все поем посмотрим как он ведет себя на дороге данный автомобиль немного по передней части положено здесь продавец такого плана коврики придумал садится очень удобного автомобиль посадка высокая стеклоподъемщик тоже работает мне очень нравится вот это зеркало здесь сделано под дерево полтора литра 150 лошадиных сил говорил климат-контроль подстаканник дойки подсветочка даже горит и так ладно как видели да как видите находимся не на авторынке зеленый угол сейчас заплатим за стоянку выйдем и повезем автомобиль в транспортную компанию дворники работают гудок сигнал работает камера заднего вида работает ведь она еще даже с траектории камера заднего вида сейчас проверим как работает круиз-контроль поехали так ну что первое впечатление о езде на топлике да я ездил на топликах но вот чтоб он был утоплен вот так вот грубо да не то что грубо глубоко там высоко не знаю там по салон пол салона было в один на таком еще не ездил начнем с подвески да по подвески нареканий естественно здесь никаких нет в принципе и быть не может потому что пробег на автомобиле сами видели да какой там 6000 это состояние нового автомобиля фары включаются спидометр работает жмешь газ автомобиль но он реально едет то есть 150 к был дают о себе знать это конечно там не turbo автомобиль какой не forester двухлитровый да как у нас это минивэн это здоровый автобус он тяжелый но все равно полтора литра 150 лошадей как бы нормально ему хватает даже если мы сюда посадим если мы загрузим полный автобус людей там семья дети там собаки коляски автомобиль все равно он он вывезет еще раз повторяюсь работает все что на все что должно работать по подвесочке вопросов нету вот по езде тоже то есть его никуда там не тянет я не знаю хотя в принципе топлика то тянуть никуда не может с чем вы можете столкнуться да то есть постоянно постоянно люди спрашивают вот покупать топляк или не покупать топляк ребят покупать топляк или не покупать топляк это уже ваше личное решение то есть вы покупаете автомобиль на свой страх риск что с ним будет дальше никто не знает то есть может быть он все это время отъездит там год два три пять хоть десять лет с ним ничего не будет а может быть что-нибудь и произойдет но в первую очередь что там какие-нибудь блоки могут позамыкать то с другой стороны ну нет все-таки могут позамыкать да да те же самые тросики те же самые электро двери это все начнет как-то закисать тем более если не дай бог там была какая-то соленая вода датчики мы как-то смотрели хастлера хастлер был то плечок вот ну такой тоже не хило был то плечо подключили сканер выдала ошибку по я уже не понял породят руку то шипу выдала вот продавец на этом автомобиле ездил уже на протяжении где-то двух месяцев и при нас автомобилем просто задымился из-под капотного пространства пошел дым мы были с подписчиком с покупателем ну естественно на себя снимаю посмотрите на дороге владивосток на наши автомобили естественно он отказался от покупки данного автомобиля поэтому тут тут даже не знаю покупается это дело все на свой страх и риск круиз-контроль работает то сейчас идем с вами на круизе выставили скорость 51 километров в час вот выставили дистанцию но фишка этого круиз-контроля в том то что при скорости я участвую спидометра не успел посмотреть не помню то ли меньше 30 километров в час то ли меньше 40 километров в час он отключается и все но естественно ты переходишь вручную режим управления да и вот сейчас мы едем 25 километров в час я пытаюсь включить круиз он у меня не включи а вот включился дата включается нужно нога не на тормозе машина тормозит сама все было 25 километров в час круиз-контроль у нас отключился как бы ладно сейчас речь идет не о том как работает круиз-контроль на данном автомобиле отоплеке вот ну еще смотрите вот не туда не знаю как работает вот это вот honda ска система привыкли мы к subaru на subaru все ясно и понятно вот по хонде сейчас вылетел какой-то то есть получается я передо мной машинка вот это вот приус притормозил резко дали я там быстро поехал у меня вылетел восклицательный знак молодовая друг тормози как-то вот ну непонятно здесь если честно так вопросов нету то есть все вы исключая вот видеть у меня ползунок ползунок 66 на машину сама тормозит стрёмно работать честно стрёмно понятно то что круиз-контроль в городе это он нафиг не нужен по трассе нужно пользоваться все равно по динамике смотрите вообще прям прям отлично супер вопросов конечно нет кстати в начале видео говорил да про дороге ну посмотрите посмотрите как у нас сошел снег вместе с асфальтом и ребят за одного центральная дорога едем нас в принципе все стоянки по левой стороне по ходу движения будут видны давайте развеем миф что авторынок зеленый угол остался без автомобиля смотрите пожалуйста третья стоянка да безусловно машин стало меньше но они есть и остался здесь не один хлам допустим сегодня смотрели сирену 4 балла вопросов нет по машине вица сегодня смотрели да много сегодня машина смотрели хороших таких достойных прям автомобилей сзади дорогу здесь сделали делали по 8 не собирали нас смотрят наши выпуски построили жилой квартал зеленый угол называют чуть ниже вот постоянно большие грузы ходят эти стояночки машины есть поразбивала вот это жесть вот этого не было вот вот еще одна стоянка справа у нас стоянки идут вон они машины все стоят допустим вот это да стоянка ну реально здесь они машинки машины плотничком стояли вот сейчас сколько раз два три четыре четыре ряда стоит но есть как бы такая седина вот здесь пятачок такой вот сейчас будем проезжать не знаю видно вам не видно я вот и за дорога еще смотрю вода вот здесь да вот здесь под разгребли машинки вот прям пустота такая вон стоянка лучше дорога нам тут под разгребли сделали было бы конечно неплохо то есть рынок живет торговля колесами идет торгует дядя встал зачем то здесь не понять вообще как на таком большом автомобиле рынок живет торговля идет машины есть кредиты вот у нас выдают напишите в комментариях как вы относитесь к кредитам вот ребята тоже торгуют машинами вдоль дороги вот здесь поставили машины вот здесь лужи постоянно то есть ну мы то ездим это знаем аккуратненько а кто не проедет в лужу бац и вот вся машина получается облеплена будет грязью вот еще одна стоянка практически по всему рынку с вами прошли знаю попытаемся вот на следующий обзор может дрон запустить посмотреть сверху как выглядит авторы еще хотелось бы добавить ну новая машина она есть новая машина едем с вами по грунтовке ребят я не знаю ни свершка не скрипа ничего нет то есть никакого звука стука постороннего в салоне идеальная тишина у меня он куртка бьется об сидушке телефон все он японка говорит пристегни друг ремень все вопросов нету вообще никаких по состоянии именно подвеска да не только подвески по износу кузова по пластику по сиденьям да то есть салон он такой он 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 реально не заезжены то есть по зазорчиком все ровненько стоит просто идеально так ну что автомобиль пригнали в транспортную компанию здесь видите у нас немножко грязненько в общем проблем неудобств в дороге он не доставил вопросов по данному автомобилю нету за исключением то что он топля как он поведет себя дальше никому не понять никто не знает вот до сюда напоминаю был подтоплен автомобиль в общем покупая топляк это свой на свой страх риск вот ну ребята на сегодня все всем пока не забываем подписаться на наш канал называем поддержать нас комментарием мы никуда не пропадаем просто просто народ сошел с ума раскупает все автомобили скоро будет видео полноценное видео